Единая Россия Члены Единой России, политики, которые принадлежат партии, работают в качестве волонтеров. Оказывают непосредственную помощь людям в тех самых местах, где эта помощь на сегодняшний день наиболее востребована. Петр Анисимов член инициативной группы, которая еще в марте этого года начала защищать районную больницу в Старом Шайгове. Для того, чтобы глаз возмущенного народа был услышан, людям предложили провести сход граждан, вынести на нем резолюцию и разослать ее копии чиновникам. Но главному врачу районной больницы этот документ Петр Анисимов и его сподвижник решили отдать лично в руки. Нет, я мне не даю. И выходит. Уходит дверь, я говорю, куда отдать? И вот она после сказала мне, засунь, за*** свою резолюцию. Оказалось, что Татьяна Шишканова не только возглавляет медицинское учреждение в районе Мордовии, но и является членом партии «Единая Россия». Люди хотят стабильности. Они понимают, что никто, кроме «Единой России», эту стабильность им не обеспечит. Вы что, не знаете об этом, что ли? Это все та же «Единая Россия». Огромная партия без внятной идеологии, партия за все хорошее, глубоко модернизированная версия КПСС. Компания будет трудной. Ну, легких компаний не бывает, чтобы там не думали и не говорили. Наша партия не должна поддаваться на провокации. Высокий профессионализм, ответственность за свои слова и дела, глубокое понимание государственных задач, отстаивание интересов граждан, широкое привлечение в ряды партии компетентных, талантливых, энергичных людей. «Да, действительно, у меня вечернее образование, но нашим дедам это не помешало. То есть, после Великой Отечественной войны, когда полностью страна была разрушена, то есть нашим дедам не помешало отсутствие высшего образования за пять лет восстановить полностью страну. То есть, ну, второй какой вопрос у вас был? Извините, у нас один вопрос. Никакого велосипеда изобретать не надо, уже все придумано. Надо хотя бы внедрить то, что уже придумали, до одноложного уровня. А спасибо за внимание, продолжу. Желаю делегатам съезда плодотворной работы. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Потом в своей речи напомнил, что «Единая Россия» не просто правящая партия, а главный политический ресурс президента нашей страны. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как исполняются эти решения. А это значит, наша партия – это не просто партия конституционного большинства, а без преувеличения – это правящая партия, главный политический ресурс президента нашей страны. На саммите Евросоюза принято решение на полгода продлить санкции против России, как сообщается без обсуждения. Второе. Медведев хвалился. После событий 2011-2012 годов партия открылась людям. Ответила на запрос общества на более прозрачную политику. Пример – Праймерис. Доверили людям формировать списки нашей партии. Народные списки. Мы с вами полностью изменили процесс подготовки к выборам. Когда дали возможность всем, кто хотел бы представлять нашу партию в Государственной Думе, попасть в списки кандидатов. Мы шли к этому почти 10 лет, пробуя различные модели отбора кандидатов. Было много сомнений. Но в результате в мае прошлого года впервые был проведен единый день предварительного голосования. Партийные и беспартийные кандидаты «Единой России» должны были пройти через эту процедуру. Участвовать в дебатах. Ну а фактически избиратели сами формировали предвыборный список нашей партии. Ни одна другая партия не доверила людям этот процесс. А так ли на самом деле это? Возьмем Свердловскую область. На Праймерис в Нижнем Тагиле побеждает Ибрагим Абдул-Кадыров. Но результаты Праймерис отменяются. Кандидатом назначают ставленника «Уралвагонзавода» Алексея Былабердина. Во главе списка оказываются малоизвестные среди избирателей Павел Крашенинников, Андрей Ветлушский и Александр Петров. Тоже и в других регионах. Много где записали в первые тройки статусных московских единороссов, которым обязательно нужно было дать мандаты. И это народные списки. Это были медики и социальные работники, коммунальщики, аграрии, учителя, бизнесмены. Многие, если не большинство, были беспартийными. Но мы смогли их заинтересовать и предложили работать в другом формате. Очень важно, чтобы такие люди и дальше продолжали с нами сотрудничать. Третье. Медведев сказал, что партийные дискуссии продолжатся. Сохранятся три партийные платформы – либеральная, патриотическая и социальная, а к ним добавится новая – предпринимательская. Наша партия объединяет людей с разными точками зрения, разных профессий, конечно, из всех регионов нашей страны. Поэтому в партии действуют специальные институты, так называемые политические платформы – социальная, патриотическая и либеральная. На этих площадках подчас идут довольно серьезные дискуссии. Мы ждем, конечно, и большей активности, и более активного высказывания самых разных идей. Тем более, что к трем платформам присоединяется предпринимательская платформа. Решение ее создания было принято в прошлом году. Она объединяет тех, кто работает в малом и среднем бизнесе. А их мнение очень важно для всех нас, и мы хотим, чтобы и бизнес видел в единой России надежного партнера, который готов продвигать его интересы. Спасибо, это очень важно. Но кто-нибудь из простых граждан что-нибудь слышал про какие-то дискуссии в партии? Кто-нибудь знает, что либерал – это не национал-предатель и не синоним гомосексуалиста? Что даже в «Единой России» есть такая платформа? И вообще, «Единой России» нужно больше открытости. Возьмем парламентскую деятельность. Формально заседания Госдумы публичны, транслируются в интернете. Но все основные решения принимаются заранее внутри партии, в закрытом режиме. И к моменту вынесения законопроектов на заседание Госдумы уже решено, как проголосуют депутаты. Это самый сложный вопрос. Поэтому давайте комитету поручим. Разбирайтесь вместе с фракциями. Володин говорит о росте роли парламента, но получается очередная декорация. Вы либо откройте партийные дискуссии и сделайте их публичными, либо дайте депутатам свободно голосовать на заседаниях Госдумы. Для начала хотя бы по неключевым вопросам. Раз в России не предвидится реальной межпартийной борьбы, дайте возможность внутри партийной дискуссии. Дискуссия – это жизнь. Если, конечно, Россия не стремится стать неким подобием Северной Кореи. Предпосылки к чему весьма заметны. Это доказывают результаты региональных кампаний в течение всех этих лет. Мы с вами прекрасно понимаем, что этот выбор сделали не чиновники, не политики. Люди. Граждане нашей страны. Может ли быть ложь признаком психического заболевания? В литературе, в описаниях мы часто сталкиваемся с упоминанием таких терминов, как патологическая лживость, как описание целенаправленного дезинформирования пациентам окружающих по разным вопросам. Но является ли это ложью? Например, бредовые больные. Больные, которые имеют у себя бредовое расстройство, имеют какую-то бредовую идею, которая по своему определению бреда не соответствует действительности, они, безусловно, дезинформируют окружающих. Является ли это ложью? На мой взгляд, совершенно нет. Потому что для бредового пациента его бред, его бредовая идея является гораздо более реалистичной, чем вся окружающая их вселенная. Четвертое. Путин в приветственном послании хвалил «Единую Россию». За прошедшие годы партия значительно укрепила свои позиции, авторитет и влияние. И сегодня уверенно идет в авангарде нашей политической системы. Активно участвует в процессах ее совершенствования, предлагая и внедряя новые новации, которые способствуют развитию прямой демократии, конкуренции и открытости. Правда? Это где была открытая борьба? На последних выборах? С кем борьба? С марионеточными партиями «Справедливая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР»? Все реальные оппоненты либо осуждены и не могут баллотироваться, либо уехали из страны, либо дискредитированы медийной машиной федеральных телеканалов. Готовы к честной борьбе? Ну, устройте дебаты, например, Неверова с Навальным. Про Путина и Медведева уж никто не просит. При этом вы проявили выдержку, терпение и уважение к оппонентам. Те качества, которые и должна демонстрировать ведущая политическая сила. Пятое. В приветственном послании Путина говорится о вкладе единой России в процветание РФ. «Единая Россия» внесла огромный вклад в построение свободной, сильной, процветающей страны. Через считанные минуты правительство будет обсуждать, что делать с неконтролируемым ростом цен на продукты, которые накануне жестко раскритиковал президент. А подсолнечное масло 23,8% и продолжает расти. Мука 12,9% выросли, макаронные изделия 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это то почему. Хотелось бы уточнить, где именно сейчас в России процветание. Реальные доходы населения снизились. Вероятно, если людей на улице поспрашивать, согласны ли они, что «Единая Россия» несет ответственность за процветание России, граждане поймут вопрос как-то не так. Рейтинг партии низкий, поэтому даже пришлось привлекать Путина. Он ведь сам беспартийный. Представитель партии является Медведев. Я вообще против этой партии. Слишком много за ней такого за эти годы, что не привлекает к этой партии. За следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача. Причем это должен быть не сырьевой, а качественно иной рост, построенный на инвестициях, передовых технологиях, на повышении эффективности, на создании современной индустрии. Самостоятельная, разумная внешняя политика, преследующая в конечном счете только одну цель – повышение благосостояния наших людей и гарантии их безопасности. За пять лет мы должны построить в России не менее тысячи школ. И за эти же пять лет у нас не должно остаться ни одной школы в аварийном состоянии. Повышение, насколько, конечно, это возможно, зарплат, пенсии, пособий, борьба с бедностью. Каждый работающий человек в России должен получать достойную заработную плату. Искоренение коррупции, открытость сведений о доходах чиновников. В ближайшие несколько лет регионы России должны снять проблемы нехватки мест в детских садах. Мы одинаково понимаем то, какой не должна быть наша страна. Она не должна быть слабой, бедной, неэффективной, расползающейся на части. Она не должна страдать от технологической отсталости, от произвола чиновников, от коррупции, от терроризма. Она не должна быть в изоляции. Мы общими усилиями сохранили и восстановили нашу любимую родину, нашу Россию. И мы ее не отдадим. Не отдадим тем, кто хочет разрушить ее. Не отдадим тем, кто обманывает людей, раздавая пустые и невыполнимые лозунги, обещания. Да, я голосовать буду за Путина, но куда и он, за тех я тоже буду голосовать. Редактор субтитров А.Семкин